Здравствуйте! Вы смотрите Вести Утро Кабардино-Балкария в студии Зульфира Геляхова. Сегодня 6 февраля, четверг. Я желаю вам приятного утра. В стаж многодетных мам будет включен период ухода за четвертым ребенком. Новый закон вступит в силу в следующем году и позволит увеличить будущую пенсию родителя, заявил глава Федерального Минтруда Максим Топилин, сообщает Российская газета. А с января этого года при начислении пенсии многодетным мамам учитывается период ухода за третьим ребенком до полутора лет. Это правило распространяется не только на молодых мам, но и на пожилых женщин. Они уже сейчас могут рассчитывать на прибавку к пенсии, пишет издание. Если в региональном пенсионном фонде уже есть соответствующие документы, можно не беспокоиться. А вот при отсутствии справок пенсионерка должна предоставить в ПФР свидетельство о рождении третьего ребенка и подать заявление. Добавку матери получат в феврале-марте с учетом перерасчета за январь-февраль, уточнил министр. 80 комплектов спортивной одежды представители Минспорта вручили сборной КБР по вольной борьбе. Таким образом отмечен успех спортсменов на недавно прошедшем международном турнире имени Ивана Ярыгина. За последние пять лет это был лучший результат республиканских вольников, подчеркнули представители Минспорта. В ближайшее время аналогичную экипировку должны получить сборные по греко-римской борьбе, боксу, дзюдо и тяжелой атлетике. Эти виды спорта называют основными в республике. По массовости это по результатам, которые дают ребята. Мы выходим на такой уровень, что можем представлять в субъекте Российской Федерации тот или иной вид спорта. Это вольная борьба, я опять повторюсь, и греко-римская борьба, дзюдо, безопречные результаты у нас. Это и футбол, выходит уже на уровень у нас юношеский футбол, рукопашный борьб стал, опорный вид спорта, легкий. То есть мы потихонечку будем вытягивать все виды спорта, которым уделяем здесь внимание. Условия содержания обычные, а птица экзотическая. В станице Котлеровской на одном из частных подворий обитает страус. Своенравная пернатая держится особняком от остальных обитателей птичьего двора. Чувствует себя хозяином и решает с кем общаться, а кого оставить без внимания. Валентина Торба пытается вытащить из сарая своего двухметрового питомца. Но трехлетний страус по возрасту еще практически малыш, уговорам не поддается. Причин может быть много, в том числе нежелание позировать перед чужаками, говорит Валентина. А началось все с Юрия Торбы. Именно он и стал радоначальником разведения страусов в Майском районе. Оказалось, содержать их намного проще, чем кроликов, свиней и коров. Благодаря густому оперению они совершенно не боятся холода, болеют мало. К еде нетребовательны. Единственное, что не попадаться. В прошлом летом еще можно было подойти, погладить по шейке. С рук брал траву, а в этом году уже нет. Боимся. А так вот, пока подростками были вот такими, стоишь, они тебе и в карманы позалазят, повытаскивают все. Разведение страусов – безотходный и довольно прибыльный домашний бизнес. Заработок идет с мяса, кожи, яиц, пера и жира. Одно яйцо страуса, а в год самка может приносить до 90 штук, стоит примерно 700 рублей. За килограмм мяса на рынке дают по полторы-две тысячи рублей. Но не ради бизнеса держим, говорят котлерьевские страусоводы. Просто дело это интересное. Есть здесь еще один живой уголок. Не зря в станице говорят, что в этом доме целый зоопарк. Мне ребята на 60 лет, на день рождения, на юбилей привезли с Коснодарского края, с Крымского. Кроме павлина, пара лебедей, индоутки, экзотические петушки, куры. И все они мирно уживаются в одной птичьей семье. В отдельных вольерах фазаны, даже редкий серебристый подвид есть. И как же без традиционных голубей. И всем нужны уход и внимание. Совместными усилиями семейства Торба старшим помогает сын Владимир, задача справляется. Себе в удовольствие, людям на радость. Руководство курортов Северного Кавказа рассматривает возможность воспользоваться опытом французских коллег. В качестве примера взят известный курорт Авариас, где запрещено движение автомобильного транспорта. По улицам, которые являются одновременно и лыжными трассами, ездят только конные упряжки. По словам представителей компании, туристы могут перемещаться между трассами и объектами на лыжах или специальным транспортом. Концепция названа уникальной и заслуживает внимания. Напомню, что в состав туркластера курортов Северного Кавказа входят зоны отдыха в Прейльбрусе и Безенгим. На этом все. До встречи в следующем часе. КАБАРДИНА БАЛКАРИЯ Здравствуйте. Вы смотрите «Весть» и «Утро Кабардино-Балкария» в студии Зульфира Геляхова. Сегодня 6 февраля, четверг. Я желаю вам приятного утра. В стаж многодетных мам будет включен период ухода за четвертым ребенком. Новый закон вступит в силу в следующем году и позволит увеличить будущую пенсию родителя, заявил глава федерального Минтруда Максим Топилин, сообщает Российская газета. А с января этого года при начислении пенсии многодетным мамам учитывается период ухода за третьим ребенком до полутора лет. Это правило распространяется не только на молодых мам, но и на пожилых женщин. Они уже сейчас могут рассчитывать на прибавку к пенсии, пишет издание. Если в региональном пенсионном фонде уже есть соответствующие документы, можно не беспокоиться. А вот при отсутствии справок пенсионерка должна предоставить в ПФР свидетельство о рождении третьего ребенка и подать заявление. Добавку матери получат в феврале-марте с учетом перерасчета за январь-февраль, уточнил министр. Руководство курортов Северного Кавказа рассматривает возможность воспользоваться опытом французских коллег. В качестве примера взят известный курорт Авариас, где запрещено движение автомобильного транспорта. По улицам, которые являются одновременно и лыжными трассами, ездят только конные упряжки. По словам представителей компании, туристы могут перемещаться между трассами и объектами на лыжах или специальным транспортом. Концепция названа уникальной и заслуживает внимания. Напомню, что в состав тур-кластера курортов Северного Кавказа входят зоны отдыха в Прейльбрусе и Безенге. 80 комплектов спортивной одежды представители Минспорта вручили сборной КБР по вольной борьбе. Таким образом, отмечен успех спортсменов на недавно прошедшем международном турнире имени Ивана Ярыгина. За последние пять лет это был лучший результат республиканских вольников, подчеркнули представители Минспорта. В ближайшее время аналогичную экипировку должны получить сборные по греко-римской борьбе, боксу, дзюдо и тяжелой атлетике. Эти виды спорта называют основными в республике. По массовости, по результатам, которые дают ребята. Мы выходим на такой уровень, что можем представлять в субъекте Российской Федерации тот или иной вид спорта. Это вольная борьба, я опять повторюсь, и греко-римская борьба, дзюдо, безопречные результаты у нас. Это и футбол выходит уже на уровень у нас, юношеский футбол. Рукопашный бой стал опорным видом спорта, легкий. То есть мы потихонечку будем вытягивать все виды спорта, которым уделяем здесь внимание. Условия содержания обычные, а птица экзотическая. В столице Котлеровской на одном из частных подворий обитает страус. Своенравная пернатая держится особняком от остальных обитателей птичьего двора. Чувствует себя хозяином и решает, с кем общаться, а кого оставить без внимания. Кулечка, куля, 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 ну головушку высуни сюда. Валентина Торба пытается вытащить из сарая своего двухметрового питомца. Но трехлетний страус по возрасту еще практически малыш, уговорам не поддается. Причин может быть много, в том числе нежелание позировать перед чужаками, говорит Валентина. А началось все с Юрия Торбы. Именно он и стал радоначальником разведения страусов в Майском районе. Оказалось, содержать их намного проще, чем кроликов, свиней и коров. Благодаря густому оперению они совершенно не боятся холода, болеют мало. К еде нетребовательны. Единственное, что не попадаться. Прошлым летом еще можно было подойти, погладить по шейке, с рук брал траву. А в этом году уже нет, боимся. А так вот, пока подростками были вот такими, стоишь, они тебе и в карманы позалазят, повытаскивают все. Разведение страусов – безотходный и довольно прибыльный домашний бизнес. Заработок идет с мяса, кожи, яиц, пера и жира. Одно яйцо страуса, а в год самка может приносить до 90 штук, стоит примерно 700 рублей. За килограмм мяса на рынке дают по полторы-две тысячи рублей. Но не ради бизнеса держим, говорят котлерьевские страусоводы. Просто дело это интересное. Есть здесь еще один живой уголок. Не зря в станице говорят, что в этом доме целый зоопарк. Мне ребята на 60 лет, на день рождения, на юбилей привезли с Коснодарского края, с Крымского. Кроме павлина, пара лебедей, индоутки, экзотические петушки, куры. И все они мирно уживаются в одной птичьей семье. В отдельных вольерах фазаны, даже редкий серебристый подвид есть. И как же без традиционных голубей. И всем нужны уход и внимание. Совместными усилиями семейства Торба старшим помогает сын Владимир. Задача справляется. Себе в удовольствие, людям на радость. На этом наш выпуск завершен. Удачного вам дня.